Мы в нашей компании проводим постоянные исследования, именно направленные на определение факторов успешности проекта. И в первую очередь это четкость целей, это интегрированность проектных команд и предварительная проработка проекта. И после презентации ко мне подошел один из слушателей и задал вопрос, каким образом именно четкость целей и интегрированность проектных команд, каким образом они помогают достичь лучших результатов и также каким образом эти факторы влияют на определение контрактной стратегии. При наличии четких целей у нас достигается лучшая согласованность проектной команды. То есть по нашим определениям интегрированная проектная команда это не только проектная команда, в которой содержатся все необходимые функционалы, но это также проектная команда, которая имеет необходимые компетенции. Это также достаточно проектная команда, размер, который был определен. То есть вы можете иметь все необходимые функции, но недостаточно людей по этой функции. То есть интегрированная команда это необходимые функции, необходимые компетенции и достаточно людей по каждой функции. Также интегрированная проектная команда это когда руководитель по тому или иному функционалу, участвующий в проекте, он имеет право принять решение за свой функционал. И для того чтобы, и четкость проектных целей необходима для того, чтобы достичь согласованности между членами проектной команды. Если каждый член проектной команды руководствуется какими-то своими понятиями, что важно для проекта, какие цели у бизнеса для достижения проекта, то согласованности между членами проектной команды достичь будет очень сложно и тем самым невозможно будет достичь интегрированности между всеми членами проектной команды. И при наличии согласованности между членами команды есть вероятность более лучшей проработки проекта. И также в дальнейшем уже выбирается контрактная стратегия, которая соответствует целям проекта. То есть опять-таки для чего необходимы цели проекта? Это для того чтобы, как цель проекта мы, например, определяем также приоритеты по проекту. Что для нас важнее? Затраты, график или качество. То есть невозможно достичь всех параметров. Всегда должны быть какие-то, что-то, должны быть компромиссы. Что-то важнее, что-то менее важнее. И при определении этих приоритетов мы можем поставить, выбрать контрактную стратегию, которая наиболее соответствует этим приоритетам. То же самое касается и проектной команды. То есть в зависимости от того, какие компетенции у нас имеются в проектной команде, какие возможности у проектной команды имеются, тоже выбирается контрактная стратегия. Вот, наверное, основные параметры наших лучших практик по достижению. Но презентация, которую мы представляли, она именно основывалась на эффективности различных контрактных стратегий. Но хотелось бы ответить, что любая эффективных или провальных проектов можно достичь при любом типе контрактной стратегии. В любом случае для проекта важнее, в первую очередь, это четкость цели, интегрированность проектных команд и надлежащая проработка проекта. И после этого уже выбирается в соответствии с условиями проекта, выбирается контрактная стратегия. И уже это все в совокупности позволяет нам достичь лучших результатов по проекту.